МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У Нижнего Новгорода появился новый город-побратим, греческий Иераклион. В чем сила братства? Фестиваль болельщиков на площади Минина открыли фан-зону на 15 тысяч любителей футбола. Как будут развлекать гостей? Каникулы с пользой для школы и кошелька. Работу школьных трудовых бригад сегодня проверили в Советском районе. На чем зарабатывают школьники? Нижегородский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение Нижегородского районного суда о продлении содержания под стражей бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Сорокин останется под стражей до 2 августа. Таким образом, суд удовлетворил доводы обвинения. Хотя, по словам защиты, они не подкреплены никакими доказательствами. Очень часто мы слышали со стороны и государственного обвинителя, и следователя, что слогательное наклонение. Возможно, если бы, так бы, подобный подход с точки зрения закона недопустим. Он может повлиять на свидетелей, может уничтожить доказательства. Вот неоднократно судебные органы, высшие Верховного суда, в частности, подчеркивали, что любые обстоятельства, на которые ставляется страна, будь то защита, то обвинение, должны носить не голосованный характер, а подтверждаться объективными данными. Сегодня на площади Минина официально стартовал фестиваль болельщиков FIFA. Фан-зон рассчитан на 15 тысяч человек. Она будет работать в дни проведения матчей в Нижнем Новгороде, когда будет играть сборная России, а также во время финального матча чемпионата мира. Сегодня вечером фанаты футбола станут свидетелями первого матча мундиаля между командами сборной России и Саудовской Аравии. Все подробности в сюжете Екатерина Анисимов. Перед тем, как попасть на фестиваль болельщиков, каждого тщательно досматривают. На территорию фан-зоны запрещено проносить много чего. Само собой, оружие, крупные предметы и сумки, еду и напитки, перечень достаточно длинный. Затем фанаты попадают в мир футбола. Здесь есть все, чтобы получить эмоции, которые царят на футбольных аренах. Игры будут транслировать на огромных экранах. Сейчас у дня до 12 ночи, каждый постоянно артисты. Трансляции практически всех матчей. Вечерные шоу-программы, спиротехнические, световые шоу. Вы можете покушать, отдохнуть. Детям есть чем заняться и просто поболеть. Потому что сегодня на самом деле такое событие, которое никогда не мечтали мы об этом. Тем более, что это будет в Нижнем Новгороде. На сцене фан-зоны под большим экраном выступят звездные артисты из России и других стран. А пока на открытии фестиваля посетителей приветствует команда футбольных болельщиц, лучший нижегородский ведущий, один из самых лучших диджеев города. Среди первых посетителей в основном нижегородцы. Не успев полностью изучить все огромное пространство фан-зоны, они направляются к главной сцене, чтобы зарядиться нужным настроением в преддверии первого матча. Есть гости из зарубежных стран, например, из Южной Кореи и даже Австралии. Я впервые в Нижнем Новгороде, и это очень здорово. Мы не питаем больших надежд на нашу австралийскую сборную на чемпионате, но я очень рад быть здесь. Мы будем смотреть матчу для Южной Кореи и Свечи. И это будет 18 июня. Замечательно, потрясающая организация, потрясающая красота. Для этого сюда и пришлось, чтобы поднять настроение и поболеть на нашу австралию. Напомним, первая игра чемпионата мира по футболу пройдет сегодня в 18.00. Это будет матч-открытие между сборными России и Саудовской Аравии. Кульминацией вечера станет живое выступление послов Нижнего Новгорода на Мундиале, братьев Крестовских и их группы Ума Турман. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, столица Нижнего. К другим темам. Сегодня глава администрации Советского района Владимир Исаев проверил работу трудовых бригад, которые созданы в трех школах района. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет во время летних каникул озеленяют территорию, ремонтируют школьную мебель, а также реставрируют учебники. Перед приемом на работу они получили первые трудовые книжки, а их старания будут вознаграждены зарплатой. О полезном досуге расскажет Вероника Кузьминова. Здесь интересно. Конечно, пожалуйста. Нас сводили в кино вчера. То есть помимо работы вы еще занимаетесь досугом, да? Глава Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев приходит в гости к школьникам в разгар рабочего дня. Здесь все по-взрослому, трудятся каждый день, правда по 4 часа. Выходные, как положено, субботы и воскресенье. За свою работу старшеклассники получают реальную зарплату, а не простое спасибо. Скучно дома сидеть, работать, деньги зарабатывать, на карманные расходы какие-нибудь. На крутые белые кроссовки Nike. Пока таких бригад по району всего три. В 54-й школе парни вскапывают грядки и ремонтируют школьную мебель. А девушки занимаются уборкой, протирают пыль в библиотеке и проклеивают книжки. Заодно пополняют список литературы на лето. Сейчас вот именно протираем Нижний Новгород, а вот уже это мы протерли и разложили по цветам. Я вот увидела много разных книг интересных, и я уже собираюсь взять некоторые, почитать. Например, Пушкин, Негин. Интересно, что делать Чернышевский. Вот меня заинтересовало. Помогать школе подростки будут до конца месяца, поэтому каникулы для них наступят с небольшим опозданием. Времени не так много, в отличие от задач, которые перед ними поставили. У нас есть большие планы сделать собственную радиорубку. Дело в том, что у нас каждую перемену проводят передачи, и ребята на разные темы проводят лекции. И очень бы хотелось иметь собственное помещение. Вот как раз этого нам и не хватало. В этом году хотим это сделать. Ребята все заняты трудом, они оторваны от улицы, они здесь работают в коллективе, понимают, что такое коллектив, для чего это надо. Понимаете, это, я думаю, польза не только на сейчас, но и на всю жизнь. И момент второй не менее приятный, то есть ребята реально своими руками зарабатывают деньги. И интересно проводят время. После каждого рабочего дня у школьников насыщенная развлекательная программа. Сегодня, в день старта Мундиали, они проведут футбольный матч между трудовыми бригадами. Рыника Кузьминова, Георгий Захаров. Столица Нижний. У Нижнего Новгорода появился новый город по братьям, 16-й по счету. Накануне глава Нижнего Новгорода Владимир Панов и мэр греческого эраклиона Василис Лабринос подписали соглашение о сотрудничестве. Вопросами взаимоотношений Греции и России в Приложском федеральном округе будет заниматься Греко-Русская экономическая палата. Она начнет работать на Нижегородской ярмарке. Новый орган поможет малому и среднему бизнесу найти партнеров в Греции и выйти на внешний рынок. Вписание соглашения это только базовое. Развитие уже экономических отношений, совместного, общепленного, огненного. Это неотъемлемая часть развития дружеских отношений. Нижний Новгород это открытый город и я готов искренне сказать, что это дружинный город. Вадим очень рад, что сегодня у нас одним другом становится больше. Это неотъемлемая часть развития дружинного, общепленного, 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 общепленного. Это неотъемлемая часть развития дружинного, общепленного, 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 общепленного. В этом году вам непременно нужно побывать в магазинах Фантастики, обновить гардероб на лето и заодно поучаствовать в новой акции. Июнь как первый месяц. Лето – отличный повод сделать апгрейд своему гардеробу. Ведь впереди жаркие деньки, а также сезон отпусков и каникул. Подарки от Фантастики сделают шоппинг еще приятнее. Получают их те, кто совершил покупку на сумму от 3000 рублей. С купоном участника акции и чеком нужно подойти на стойку информации. Здесь администратор выдает сертификат в один из ресторанов, а те, кто совершит покупку на сумму от 5000 рублей, получают сразу два сертификата. Я сегодня в Фантастики купила летних вещей. Покупка моя вышла более чем на 5000 рублей. Подарили два сертификата в ресторан. Гости Фантастики уже получили первые подарки от жаркого лета. Приятные бонусы здесь будут продолжать дарить до конца июня. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, Столица Нижней. Это все новости на сегодня. Следите за развитием событий на нашем сайте standmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире.